Друзья, всем привет! Вы на канале АМФ Филмс. Главный герой решает помочь своей девушке выбраться из ада. Обычная завязка и, поверьте, необычный конец. У микрофона Марк, и это пересказ кинофильма Ло. Джастин, используя древнюю книгу, готовится к вызову демона. Он рисует на полу пентаграмму, зажигает свечи и даже делает надрез на своей ладони. Закончив ритуал заклинанием, парень приходит в ужас, увидев перед собой страшного демона Ло. Справившись с эмоциями, Джастин рассказывает жителю ада о причинах, по которым он его вызвал. Его девушка Эйприл владела древней книгой. Её утащил демон, и теперь молодой человек хочет найти её с помощью Ло. Представитель ада, не стесняясь в выражениях, смеётся над парнем, уверяя, что задача невыполнима, ведь их загробья бродят души с момента основания мира. Демон просит парня рассказать подробнее обо всех эмоциях, который Джастин испытывал рядом с Эйприл. Ироничный Ло начинает проецировать мысли из головы парня, показывая на стене картинки. Сам же он наблюдает за происходящим с попкорном, словно в кино. Джастин сидел в кафе, когда к столу подошла девушка и попросила попробовать его салат. Молодой человек всё же позволил незнакомке присесть. После незначительных разговоров парень называет своё имя, а вот девушка будто бы замешкалась и лишь потом произнесла Эйприл. Демон в этот момент указывает горе-чернокнижнику на это. Он пытается показать ему, что девушка тогда солгала и представилась совсем другим именем. Молодой человек не верит демону и просит показать, как было на самом деле. Вздохнув, Ло проецирует следующую сцену. В ней Эйприл держится за свой саквояж и очень громко рыдает. Перед этим она рассказала, что внутри лежит книга, которая не имеет названия, но является очень ценной вещью. Сцена заканчивается, а Эйприл продолжает рыдать, пока не упал занавес. Обернувшись, Джастин видит перед собой того демона, который забрал его возлюбленную. Джейс показывает парню, что его Эйприл всегда была демоном, самым безжалостным в аду. Однажды она сбежала на землю, где и познакомилась с Джастином. Ему до сих пор непонятно, как она могла полюбить парня по-настоящему. Джейсу пришлось забрать её обратно в ад, и он советует молодому человеку не пытаться вернуть её. Когда занавес опускается, Джастин набрасывается на Лу с упрёками. Парень уверен, что демон просто не в силах привести его подружку, поэтому выдумают не весь что. Обиженный Лой исчезает, оставляя молодого человека сидеть в своём кругу пентаграммы. Тишину прерывает голос, который озвучивает все мысли Джастина вслух. Парень начинает нервничать, а когда смотрит на свою ладонь, то понимает, что голос идёт из пореза на его руке. Он общается с самим собой, и голос якобы разума пытается довести до него очевидные факты по поводу Эйприл. Вернувшийся Ло объясняет, что чем дальше парень находится в преисподней, тем сильнее у него едет крыша в его реальном мире. Демон показывает две души, которые оказались в аду благодаря Эйприл. Эта пара мечтала о детях, и демон пообещала им помочь в обмен на их души. Как только девушка забеременела, сделка стала считаться состоявшейся. А вот тот факт, что младенец родился мёртвым, у пары уже не получилось оспорить. Они обрекли себя на вечные муки. Джастин хватается за голову, не понимая, где ложь, а где правда. Ло предлагает ему просто подумать о любимой, и она появится. Парень видит их первое Рождество. Он вручает девушке книгу, думая, что она любит читать. Эйприл очень скомканно говорит о том, что никогда ничего не читала, кроме своей драгоценной книги, которая хранится в её саквояже. Молодой человек пропускает это мимо ушей, а когда спрашивает про свой подарок, то он отыкается на непонимающий взгляд. Девушка не знала, что в Рождество принято дарить подарки. Чтобы как-то сгладить ситуацию, она вручает Джастину свой саквояж. Достав странную книгу с необычным переплётом и глазом на обложке, парень изумлённо смотрит на подарок. Эйприл берёт с него обещание, что он никогда её не откроет. Она просит сжечь этот подарок, когда её не будет рядом. После просмотра очередной сцены из своей жизни, к Джастину выходит бармен. Он готовит какой-то коктейль и осторожно проталкивает его в защитный круг пентаграммы. Ло уверяет, что не может привезти девушку, потому что парень должен сам за ней спуститься. Для этого ему необходимо лишь выпить напиток, чтобы освободить душу от тела. Парень опустошает стакан под смех демона. Он сообщает, что в напитке всё же был яд. На смену Ло приходит Джейс. Этот демон советует Джастину закрыть книгу, прервать сеанс и пойти в больницу. Это единственный способ спасти свою жизнь. Молодой человек продолжает настаивать, что никуда не уйдёт без Эйприл. Джейс уходит, и парень снова ведёт диалог со своей рукой. Он уже собирается отрезать её, когда появляется Ло. Демон хочет донести до парня, что Эйприл не человек, а существо из другого мира. Не желая слушать хитрого тёмного, Джастин отворачивается от него и показывает картинку из своей жизни. Они с Эйприл лежат в постели. Девушка просыпается от кошмара, а спустя несколько минут в комнате появляется Джейс. В схватке он ранит Джастина, и тот истекает кровью на кровати. Эйприл просит демона разрешить ей помочь любимому, а взамен она согласна уйти с ним. Джейс напоминает ей про книгу, и она молча берёт саквояж. После просмотра этого воспоминания, Ло обвиняет парня в том, что тот предал свою любовь. Ведь он обещал уничтожить книгу, а вместо этого вызвал демона. Всякая нечисть, которая наполняет комнату, начинает смеяться, заставляя парня закрыть уши руками. Когда всё стихает, он поднимается на ноги и в грозной форме напоминает Ло, что является его повелителем. Джастин требует обыскать все уголки ада, но привезти и посадить перед ним Эйприл. Он кладёт перед собой фотографию девушки и упорно ждёт. Последняя свеча в круге догорает, когда молодой человек слышит голос возлюбленной. Убедившись, что парень действительно любит, невзирая на всё, что он узнал о её происхождении, Эйприл называет нужную страницу в книге. Прочитав заклинание, Джастин таким образом впускает девушку в круг. Она целует любимого, тем самым забирая выпитый им яд. Эйприл прощается с парнем, уверяя, что не может покинуть ад. Когда она выходит из круга, молодой человек понимает, что она и есть тот самый демон Ло. Вернувшись к реальности, Джастин выполнит своё обещание. Он сжигает книгу. Неважно, кем была Эйприл, главное, что благодаря ей он смог испытать самое потрясающее чувство – любовь. Романтическая и адская история мне понравилась. Надеюсь, и вам тоже. Как будто сюжет из сверхъестественного забрали, правда? Ну а вам, как всегда, огромное спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх и, конечно, пишем комментарии. Смотрите всё везде и сразу вместе с АМФ Филмс. Пока-пока.